Приветствую всех, кто сегодня с нами, кто к нам присоединился чуть позже или будет смотреть нас в записи. И, коллеги, сегодня мы поговорим об такой теме, о таком сервисе, который есть в электронной библиотечной системе Университетская библиотека онлайн, как открытые монографии. Что туда входит и самое главное, где это найти, как этим пользоваться, какие есть варианты для подписчиков и для неподписчиков Университетской библиотеки онлайн. И начнем мы. Сегодня у нас три небольших вопроса. Сначала мы посмотрим немножечко про Open Access, про то, что такое открытые монографии. И здесь я вам про зарубежные открытые монографии. И вот эти ресурсы тоже немножко про них расскажу и дам полезные ссылки, где можно их найти. Вторая у нас, как всегда, экскурсия по сервису в ЭБС, сервису открытых монографий. И третья часть – это возможности, условия доступа и дополнительные возможности, которые открывают участие в проекте и что еще есть полезного в ЭБС. Ну, такой у нас план на сегодня. Поэтому переходим сразу к нашей сегодняшней теме. И пару слов про то, что такое открытые монографии, открытый доступ. Вот про эту тему буквально в пяти слайдах быстренько пройдемся. Ну, тренд к открытому доступу, он появился не вчера, не сегодня. Он существует, сама тенденция к открытому доступу, равно как и термин, появились задолго до такого взрывного тренда. Сам тренд возник где-то в десятых годах, 2010-е, 9-е, 10-е, 11-е, вместе с ростом вот этих цифровых платформ, технологий, цифрового научного издания. Но тенденция существует достаточно давно. И открытый доступ подразумевает возможность свободного и бесплатного доступа к научному контенту, к базам данных. Ну, и для монографии это, в общем-то, важная тема. С 70-х годов во всем мире наблюдается такой кризис монографий. Ображается это при повышенном количестве наименований. И публикацией происходит снижение тиражей. В некоторых случаях наблюдается и снижение качества изданий, снижение рыночной ценности, падение интереса издателей к этому жанру. Ну, вот если посмотреть последние, например, отчеты и данные по книгоизданию, как отечественной, так и зарубежной, и статьи на эту тему. Не знаю, как вы, может быть, вам попадалось, а я обратила внимание, что очень много говорится о разных жанрах, но монографии вообще практически не звучат. То есть как бы жанр такого не существует. Тиражность падает, издатели постепенно уходят из этой темы. И издать монографию становится не очень-то просто. Хотя при этом спрос на них есть, особенно в научной среде, когда мы занимаемся. Ну, невозможно заниматься исследованиями, даже готовить свои публикации, не опираясь на материалы, изложенные в монографиях, в научной литературе. Ну, как без этого обойтись? На одних статьях далеко не увидишь. И в гуманитарных науках, например, монография – это такой ключевой элемент накопления, развития знаний. Такой базовый формат распространения научных знаний, знаний именно для социально-гуманитарных наук. И вот это вот все порождает такой переход публикационного потока в области издания монографий к университетским издательствам. Хотя расходы на издательства для университетов, они не являются профильными, ну, как правило, не финансируются бюджетом. Такая сложность небюджетного финансирования ставит под угрозу существования вузовских издательств. И не всегда закладывается цена открытого доступа, а спрос на монографию есть. Поэтому открытый доступ – это спасительная возможность для преподавателей, для аспирантов, для магистрантов, вообще для научного сообщества, особенно вузовского, получать доступ к вот этим богатствам. И в таких вот условиях сужения рынка научной литературы, и в частности издания монографий, механизмы распространения научных результатов, продвижения ученых, университеты чаще всего берут на себя инициативу и решают давать открытый доступ к своей литературе. Ну, раз все равно на этом не заработает, но хотя бы хоть какую-то пользу на этом можно поиметь. И на самом деле это может быть действительно очень хорошим вариантом для исследователей, для преподавателей, для тех же аспирантов, магистрантов участвовать вот в такого рода проектах, открытых монографий, открытого доступа. Во-первых, это не просто получать. Ну, не просто же мы получаем, мы еще что-то и отдаем. Ну, во-первых, да, знакомиться с научными достижениями как отечественных, так и зарубежных авторов и делать это достаточно свободно. Во-вторых, это возможность еще и заявить о себе. Не просто получая информацию, но еще и размещая что-то в этот же самый открытый доступ. Это, опять же, научная коммуникация, это взаимодействие. Ну, все это должно работать на продвижение и результатов, и самих ученых, исследователей, будущих ученых, будущих исследователей. Поэтому интерес к открытому доступу, он достаточно высокий. Какие есть в этом возможности? Ну, вот пару слов про тренды, как и когда появился открытый доступ. Конечно же, научные издания не могли остаться в стороне от вот этого тренда, перехода на цифровые технологии и платформы. И это вылилось в появление такого, простите, появление такого явления, как open access или открытый доступ. Ну, наверное, самый главный такой тренд последнего 20-летия. Возможность свободного и бесплатного доступа к научному контенту и базам данных. Ну, бесплатные здесь тоже, можно сказать, некая условность существует, условно-бесплатные. И про это мы тоже сейчас пару слов проговорим и посмотрим. И если раньше издательский процесс, как мы уже сказали, был рыночным, достаточно финансово-обременительным, то ситуация с появлением открытого доступа начинает меняться. И началось, конечно же, все с научных журналов. То есть первыми появились в открытом доступе, начали появляться публикации в научных изданиях, в периодических изданиях. В 2003 году, вот как раз в этот год сейчас, да, идет 20-летие каталога DOEG, наверняка многим из вас знакомым. Как сами, ну, это обширнейший каталог, и, как сами авторы про себя говорят, уникальный каталог научных журналов открытого доступа. В настоящее время там более, постоянно цифры меняются, но в последний раз, когда я смотрела, там пару-тройку дней назад, было около 20 тысяч журналов из статей, наименований журналов из 132 страны, почти 9 миллионов статей и почти 80 языков, у которых эти статьи представлены. Да, ну, то есть такой весьма внушительный список. И практически все журналы, которые входят в этот каталог, они дают полнотекстовый доступ к своим статьям, чему, говорю, почти. Иногда некоторые статьи, они закрываются, либо меняется политика журнала, не все попадает в открытый доступ. Но все, что они предоставляют для открытого доступа, в этом каталоге есть. Но еще раньше, ни одним Дио ВИДЖИ жив открытый доступ. В 1999 году, так немножко я вынесла его вам на слайде, за ленту времени, появился наш проект, благодаря инициативе РФФИ, была создана электронная платформа, аккумулирующая, систематизирующая данные о публикациях, которые размещались в зарубежных научных изданиях. Начало было таким. А вот с 2005 года туда уже начали поступать, началось пополнение научными статьями на русском языке. И сегодня там уже более 30 миллионов публикаций. Конечно же, наша любимая Е-лайбрери. Ну, правда, среди этого количества не все попадается высокого, достаточного качества, достаточно высокого, но это уже немножко другая история. Конечно же, и в Дио ВИДЖИ попадают журналы, которые можно относить к разряду не совсем надежных или, как говорят, мусорных. Ну, не очень, может быть, это правильно было. Ну, мне так кажется, не очень правильно называть. Ну, в некоторых случаях, да, соглашусь с этим термином. Ну, все-таки не совсем надежных. Лучше, может быть, так сказать. И в этот же период, в начале 2000-х, был внедрен проект РИНС, Российского индекса научного цитирования, благодаря которому и удалось создать вот такую национальную библиографическую базу данных по научной периодике. Часть этих публикаций находится в открытом доступе, большая часть. И там же в Е-лайбрире сейчас есть два раздела. Есть книги, есть журналы. Поэтому сборники и монографии, которые регистрируются в РИНС, попадают в Е-лайбрире. Мы тоже можем там найти, поэтому он имеет право быть здесь в нашей теме. В 2013 году появляется проект Киберленинки. Сегодня он входит в пятерку крупнейших проектов открытого доступа. Тоже наша палочка-выручалочка по участию периодических, публикаций в периодических изданиях. Один из крупнейших проектов открытого доступа ТОМАИ. 2017 год он появился. Это один из крупнейших проектов в области как раз открытых монографий. В начале 20-х годов вот тот проект, о котором мы сейчас говорим, открытый доступ для научно-литературы вузовских изданий, издательство Директ Медиа появляется. И сейчас это уже отдельный сервис. Покажу вам, где он есть в самой электронной библиотечной системе. Отдельный сервис, так называется, открытые монографии. Ну и еще пара штрихов к истории. Да, и вот в 2022 год появился такой свеженький проект, Оксфордский проект открытого доступа. Тоже сегодня его вам покажу, расскажу. Там тоже есть очень интересная, интереснейшая информация. Но неофициально вообще-то открытость и открытый доступ на протяжении в 80-х и 90-х годов очень активно происходил. Например, припринты в архив с 1991 года физики публиковали достаточно, представители физики, публиковали достаточно активно все это, выкладывалось в свободный и открытый доступ. Но термина такого тогда еще не было. Вообще сам термин, ну, впервые, по-моему, был введен где-то в начале 2000-х годов. Вышли три документа. Будапештская инициатива открытого доступа в феврале 2002-го, заявление Беттиксда о публикации открытого доступа в 2003-м и в конце 2003-го Берлинская декларация об открытом доступе к знаниям в области гуманитарных и естественных наук. Ну, вот эти вот три документа, они сформировали такой вот подход и саму концепцию открытого доступа. Все эти документы можно найти на сайте Оксфордского проекта. Можно с ними познакомиться. Ссылку я вам дам, поэтому, если кого-то интересует, там очень много информации содержатся как раз по теме истории. Что такое открытый доступ, как он появился, как развивался и как он регулируется. Поэтому на этих вопросах мы останавливаться больше не будем. Ссылки, если нужны будут, ну, ссылку на Оксфордские проекты я вам дам, но если вот на эти документы тоже будут нужны названия ссылки, я в чат меня тоже посигнализируйте, я их вам напишу. Ну, естественно, несмотря на все вот это богатство издательский процесс, конечно же, эта штука не бесплатная. В открытый доступ мы выкладываем то, что было издано, раз говорим о монографиях. И там, где энергично открытый доступ развивается, это изменяет рынок. И постепенно, есть вообще две нужные, да, Татьяна? Так, сейчас я вам название пока скину, а потом покажу, где это можно найти. Хорошо? Так, вот, вот. Это название вот этих документов. Покажу вам ссылку на этот Оксфордский проект. Там очень много как раз про открытый доступ, про вот эту вот теорию написано, поэтому там можно будет уже найти, посмотреть. Ссылку дам. И возвращаясь к нашему дальнейшему походу по открытому доступу, да, вообще есть две такие большие, ну, если упростить совсем модели финансовые, да, деньги за чтение и деньги за публикации, да, то, ну, чтобы что-то издать, это банкет должен за чей-то счет существовать, да, откуда вообще берется, как финансируется открытый доступ, а это немножко иметь представление нам нужно, для того, чтобы понимать, почему иногда возникают какие-то условия для того, чтобы пользоваться вот этим богатством, да. и постепенно западные издания, они, издательства, они произвели вот такую перестройку с денег за чтение на деньги с публикации, то есть открытым может быть только тот контент, который предварительно уже оплачен. Ну, потому что бизнес есть бизнес, а как же? Где-то это должно храниться, это должно обслуживаться, на это должны выделяться средства, а кто будет это делать? И существуют разные модели финансирования, открытого доступа вообще и открытого доступа к монографиям в частности. Вот несколько этих моделей, наиболее часто используемые, здесь я вам их тоже привожу, в оригинальном виде, ссылочка, ссылочку я вам поставлю тогда в дополнительные материалы, можно будет найти на нашем сайте вот здесь, я ее вам туда включу. Ну, в принципе, здесь написано, откуда это взято, изложение вот этих вот, и описание этих моделей финансирования. Вот это модели финансирования открытого доступа к монографиям, самые популярные. Не существует какой-то одной единой, которая могла бы единолично поддерживать публикацию книг с открытым доступом, и вполне вероятно, что разные издатели будут использовать разные модели, а возможно их сочетание или на их основе какие-то свои варианты тоже предлагать и применять. Не существует единой бизнес-модели, которая была бы лучшей, у всех есть свои плюсы-минусы, возможности, угрозы. Ну вот основные они вот такие. Кратко на русский язык переведу. Первая модель – обработка книг, плата или плата за открытый доступ. Когда издатель взимает плату за предоставление электронной книги в открытый доступ, и обычно все форматы электронных книг находятся в таком открытом доступе. Ну и гонорар обычно оплачивается спонсором или той организации, где автор работает. Второй вариант – фремиум. Это когда версии электронной книги находятся в открытом доступе или доступны бесплатно для автора. Бесплатный доступ субсидируется другими источниками дохода, такими как продажа других электронных форматов. Ну, например, в одном формате она в открытом доступе, а вот все остальные форматы, они уже платные. Продажа печатных изданий и, возможно, взносы библиотек, которые оплачивают этот открытый доступ этой книги. Институциональная субсидия или новые университетские издательства. Это когда сами организации субсидируют, оплачивают публикацию в прессе с открытым доступом и являются связанные с ними. Сборы могут не применяться или могут быть снижены. Преподаватели, которые относятся к этому организации, к этому учреждению, могут получить дополнительные скидки или освобождение от платы. Членство библиотек. Библиотеки или другие учреждения платят какой-то ежегодный членский взнос издателю, который все эти расходы или некоторые расходы по открытию доступа к книгам и покрывает за этот счет. И могут быть дополнительные какие-то преимущества, такие как скидки на обработку, на издательство книг. Ну, то здесь уже связь с первым вариантом может быть. Библиотечный консорциум – еще один вариант. Когда библиотеки берут плату за открытие доступа к коллекции книг, покрывает часть или все расходы между ними. Как только достаточное количество библиотек подтверждает свое участие в проекте, достигается какая-то целевая сумма, то коллекция становится открытой для доступа, бесплатной. И краундфандинг – это когда частные лица собирают деньги за открытие доступа к книге. Как только количество людей подтверждает свое участие, достигается целевая сумма, то книга становится общедоступной. Вот последние два варианта – оплата, возмещение тех затрат, которые были произведены на издание, на размещение этой книги. И после этого она уже переходит… Отбить свое, вернуть свое. Вот особенно последний способ. А дальше я уже свое вернул, а дальше я ее дарю мне. Евгений, вот по поводу Машкова, не знаю, какой там финансовая модель, финансирование, это надо смотреть. Ну и Киберленинга тоже, которая дает полнотекстовый доступ к своим статьям, на что-то же она существует. И если посмотреть сайт, то они там открыто об этом пишут, на какой модели они действуют, эту информацию можно найти. То есть кто-то все равно это оплачивает. Открытый доступ – это для читателей. Вот это вот тот переход от чтения, плата за чтение, к варианту плата за публикацию или размещение. Потому что совершенно бесплатно за свой счет содержать – это просто нереально и невозможно. Поэтому вот есть разные модели, и они влияют на то, как мы эти публикации в открытом доступе или для пользователей, какие варианты здесь могут быть. Мы чаще всего сталкиваемся с двумя вариантами. Либо это полностью открытый доступ, либо это, условно говоря, условно открытый доступ, некий гибридный доступ. Полностью открытый доступ – это вот Киберленинга 100%, все, что есть в открытом доступе по научным публикациям, периодики мы здесь спокойно находим, и нам для этого ничего не надо. Нам не надо даже регистрироваться. Мы просто открыли, зашли, и все, и пошло. Толстой нет. Мы сейчас говорим о монографии. Все равно есть правообладатели, издатели, которые издают эти книги. И просто так, без соблюдения, вот чем, кстати, обосновывается гибридный открытый доступ, без соблюдения авторских прав и прав правообладателей мы не имеем права выкладывать эти книги. Пусть Толстой, не Толстой, но кто-то же ее издал, если мы книгу этого издательства выкладываем у себя в библиотеке, у нас должны быть какие-то юридические договоры, на основании чего мы это делаем. Просто так взять и положить нельзя. Они уже подразумевают наличие каких-то моделей, каких условий, на которых нам эта книга передается. Полностью бесплатно нам ее просто подарили, либо там есть свои какие-то взаимообязательства и взаимодоговоренности. И вот поэтому чаще всего применяется вот такой второй вариант такого условно-гибридного открытого доступа, например, e-library. Хотя по факту это открытый доступ, там полнотекстовый вариант может быть, но для этого нам надо зарегистрироваться как читателю или как автору, хотя бы пройти регистрацию там, тогда мы получаем доступ к возможностям, которые есть в e-library. Не все статьи мы можем скачать, не ко всем сборникам, ну раз уж мы говорим о монографиях, то к сборникам научных работ, к монографиям не везде есть открытый доступ на e-library. То есть просто открыть, взять, скачать или прочитать полностью, полнотекстовый мы не всегда можем получить. В этом случае мы можем, нужно смотреть уже условия самого издательства и смотреть там, какие там есть возможности либо приобретению этой книги, либо соблюдению каких-то условий. То есть это частично, можно сказать, такой открытый доступ, но тем не менее открытый. И проект открытые монографии. Здесь про деньги для участников проекта речи не идет, сразу скажу, но есть условия для того, чтобы войти в число участников этого проекта, нужно выполнить парочку условий. Что это такое, я вам сейчас тоже покажу и расскажу, и заодно какие там возможности у нас есть. Ага, вижу Евгения про Машкова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ну вот, значит, там где-то скрывается решение этого вопроса, за чьи счеты и каким образом. За счет грантов, за счет дополнительного финансирования, там государственной поддержки. Ну, работа, естественно, это не бесплатно, это очень дорогостоящее удовольствие содержать эти проекты. Поэтому не все из них носят такой глобальный характер. К открытым монографиям. Проект открытой монографии. Издательство Директ Медиа. Сейчас немножко я вас так загрузила финансовыми вопросами, а вот теперь про бесплатность. В проекте открытой монографии сочетание двух моделей. С одной стороны, доступ ограничен только для участников проекта, а с другой стороны, он бесплатен. Условная плата есть. Это внесение монографий со своей стороны. Подписчиками и участниками проекта могут стать не физические лица, а образовательные организации. То есть есть у каждого вуза есть свои монографии, изданные у себя, которые хотелось бы продвинуть, хотелось бы показать, но не продающиеся. Спроса на них особо большого нет. Но как-то продвинуть значимость этих исследований, авторов, почему бы и нет. При внесении... Поэтому есть вот такая вот условная плата. Внести монографии со своей стороны получается такой, если совсем упрощенно сказать, университетский кроссбукинг. Возможно, монография, которая издана в нашем вузе, но в широкой продаже, она как бы не идет туда, не представляется, существует у нас внутри, а она может быть востребована в другом вузе, где с ног сбились в поисках этой книги или, похоже, по этой тематике, а не хватает. Своих нет, хотелось бы. То есть это такой свободная площадка для свободного обмена научной литературы между участниками проекта. И чем больше присоединяется вузов, чем больше монографий вузовских используется в этом проекте, тем шире становятся и возможности по такому взаимообмену. При этом участники проекта не объединяются в такой полностью закрытый клуб. доступ к открытым монографиям есть у всех подписчиков ЭБС. Кто подписан на базовую коллекцию, автоматический доступ к открытым монографиям он открывается, он уже входит в подписку. И плюс при подписке для участников проекта открытой монографии есть еще доступ к коллекциям, содержащим научную информацию, к различным коллекциям с самой ЭБС. И я вам тоже покажу, какие еще дополнительные возможности. То есть не просто мы, участвуя в этом проекте, можем обмениваться только, внесли свою часть в свои монографии и получили доступ к монографиям других вузов, участников проекта. И все. Нет, здесь есть еще дополнительный контент, который присутствует и который открывается участникам проекта. Поэтому здесь как бы больше возможностей открывается по поиску научной литературы. Основные миссии, задачи, источники пополнения, они на слайде представлены. Ну и так пару слов еще про миссию проекта. Хотелось бы тоже сказать. Это миссия, направленная на формирование сообщества, ответственного за отечественную науку. Такая поддержка монографий. И как все аналогичные проекты, расчет идет на активное участие в этом проекте, университетских издательств и издательских различных издательств, в том числе коммерческих. Расчет на непотребительское отношение к проекту, доступ научной информации, лучших монографий здесь зависит не только от АБС, но и от каждого участника проекта. Что мы вносим и как, и сколько мы вносим, это и формирует общий такой фонд. Вместе с тем, участие в проекте становится выгодным, потому что здесь идет обмен на научный контент, на научный контент, и научный контент в том числе и на учебный тоже. Приносите свой контент, получаете бесплатный доступ к коллекциям. И чем больше вклад, тем шире открывающиеся возможности. Этот контент может быть использован и в платных подписных коллекциях. Это входит таким бонусом в ряд подписок. И за счет этого можно получать возможность предоставлять в коллекции монографии не только коммерческую, но не коммерческую литературу, но и литературу коммерческих издательств. Аналогичные проекты, западные, зарубежные ресурсы, они тоже присутствуют и развиваются. Часть из них я вам уже говорила, ну вот парочка из таких, три таких самых крупных, наверное, проекта. ТОМА. Сейчас ссылочку я вам на этот проект дам. Где можно найти научные зарубежные монографии. Они сами себя позиционируют, как некая экосистема. Такая попытка изменить ландшафт научного книгоиздания, как они сами себя позиционируют. Суть – это продвижение системы, при которой расходы на публикации монографии покрываются за счет вот этих вот институциональных субсидий преподавателям, издательские гранты. Ну, насколько это применима модель к нам, не знаю, не скажу. Ну, такие издательские гранты позволяют издательствам публиковать монографии в открытый доступ, что увеличивает присутствие гуманитарных, социальных наук в интернете и позволяет сделать знания действительно открытыми для широкой читательской аудитории. Запущен этот проект в 2017 году. Это был пилотный, пятилетний проект Ассоциации американских университетов исследовательских библиотек и Ассоциации университетской прессы. Участниками этого проекта могли стать колледжи, университеты и университетские издательства. И на данный момент еще единой универсальной платформы или такого репозитория для открытых монографий не существует. Издатели обязаны распространять файлы каждой книги по возможности формат PDF и EPUB 3 в нескольких общедоступных репозиториях. Ну вот они как раз в этот проект и объединяются. Почему они называются экосистемой? Например, OAPN, господи, не выговорю уже, и ряд других. Кстати, вот эта вот аббревиатура, ее тоже себе на заметочку берите, там тоже, вот как раз в этом репозитории выкладывается достаточное количество литературы. Про него мы как-то на вебинаре разбирали, смотрели. Здесь можно найти, и там даже есть возможность скачивания литературы. Где находить монографии вот этой экосистемы, этого проекта? Вот ссылочку я вам тоже даю. Здесь можно найти, почитать книги, но у них очень простая читалка. Скачивать, по-моему, там нельзя, там только стоит возможность онлайн-чтения. Но читалка очень-очень простая, очень примитивная. В ВБС даже, университетская библиотека онлайн, там даже больше возможностей в онлайн вот этой читалке можете просто открыть, сравнить, чем вот здесь. Но тем не менее. У нас, например, есть возможность вставить до трех страниц даже текста из книги на свои сайты и ресурсы вот таким виджетом, и прям сайтом можно читать кусочек этой книги, код вставки. И читалка будет видна посетителям сайта. А вот в этом проекте такого, конечно, нет. Просто онлайн-чтение и все. Конечно же, J-Store тоже очень интересный ресурс открытого доступа. Здесь в плане монографии присутствует около 125 издательств и более 10 тысяч книг. Представлены в такой открытый доступ. И вот тот проект Оксфордского университета, о котором мы вначале говорили, ссылка на этот проект даю ее вам в чат, свеженький, только в 22-м году этот проект был запущен. У них небольшой поисковик ресурсов открытого доступа. Они сами не... Я не видела, чтобы они у себя размещали какие-то, выкладывали монографии. Они просто представляют вот такой небольшой каталог ресурсов открытого доступа по монографиям. Но в основном это, конечно же, зарубежные ресурсы, преимущественно американские. И не все из вошедших ресурсов вот в этот их поисковик, такой каталог небольшой. Они охватывают свежие издания. То есть, я смотрела, там есть один каталог именно по монографиям. 2009 год максимум. Все, что позже, там не присутствует. Но это тоже может быть связано с издательской политикой. То есть в открытый доступ книги поступают только после некоего срока, на которой введен мораторий, да, на их открытую публикацию. Видимо, это связано с этим. То есть свежих изданий там может не быть. Ну, как у всякого ресурса, у каждого, у всякого сервиса есть свои плюсы и минусы. Ну вот по зарубежным изданиям самые крупные в области открытых монографий и книг, вот я их вам здесь тоже привела. И, естественно, там тоже очень много условий для участия в этих проектах. То есть какую-то часть они выкладывают. Вы даже без участия в этом проекте можете почитать книгу, найти даже без регистрации. Но для того, чтобы получить доступ ко всем богатствам раз и для того, чтобы стать участником этого проекта, предоставлять свою литературу и пользоваться этими более расширенными возможностями, там очень жесткие условия для участия. То есть должны быть спонсоры вот в Оксфордском проекте, когда я смотрела, условия для участия должны быть. То есть автор или там организация, от которой идет автор, либо самостоятельно, они оплачивают возможность предоставить свою книгу в открытый доступ. Вот так вот. И не все еще организации туда принимаются. То есть там очень жесткие идут ограничения по участию, кто может стать участником нашего проекта, и вы со своими монографиями вряд ли мы туда сможем вообще попасть. Вот в отличие от вот этих ресурсов, в сервисе открытые монографии Директ Медиа, там более одно практическое условие, приносите свой контент и сможете пользоваться дополнительными еще возможностями, как участники проекта, сервисом открытых монографий. Какие возможности открываются и чем можно пользоваться? Ну, во-первых, где этот сервис находится? Местонахождение. Раздел на главной странице. Заходим. Находим раздел сервисы и открытые монографии. В верхней панели меню раздел открытые монографии. Дальше мы попадаем на страницу с описанием проекта открытых монографий. Вот здесь много полезной информации содержится по описанию самого проекта, какие возможности это дает, для кого, какие преимущества получают участники проекта и что для этого нужно сделать. Все собрано на одной вот этой страничке лендинга, в том числе и формы, которые необходимо заполнить для участия в проекте, подать заявку. Все это внизу самой странички находится и здесь мы это можем найти. Ну и за счет этого проекта мы не только получаем возможности обмениваться научной информацией, которая есть у нас и которая есть у наших коллег в других вузах. Это еще возможность решения вопросов книгообеспеченности, особенно по направлению магистратуры, где может существовать, ощущаться недостаток научной литературы. Для наших аспирантов делать подборки тоже очень удобно. Мы расширяем вот эти вот возможности. И возможность построения коммуникации с другими университетами, научными школами и даже конкретными авторами для дальнейших совместных, например, исследований. То, что очень важно для развития науки вообще. Что входит в открытые монографии? Найти это можно на странице сайта. Если мы нажимаем контент, мы попадаем на вот такое описание, что находится в коллекциях по отраслям. Здесь не все сейчас. Добавились еще по сельскому хозяйству, по педагогике, по медицине, по-моему. Сейчас мы посмотрим по каталогу уже более точно. Но это вот самые четыре крупных раздела. И сюда включены работы современных авторов. Вот в отличие от зарубежных, например, того же ТОМА, Оксфордского проекта, где 2009 годом в одном из поисковиков заканчивается. Здесь есть книги и 2021, и 2022, и, надеюсь, сейчас уже 2023 начнут появляться. То есть это и при этом есть еще и издания предыдущих лет. Вплоть научной литературы в эти коллекции еще включается и за 20 век, и за 19 можно будет найти. Ну, основные актуальные издания современной авторы здесь обязательно присутствуют. И обязательно есть вот та самая научная классика, без которой никуда. Помимо этого еще научно-документальная, историко-документальная литература, ну и чуть-чуть научно-популярная литература. По презентации... Не совсем поняла вопрос, Екатерина. Саму презентацию куда направить? Вот здесь, коллеги. Саму презентацию вы имеете в виду, где ее найти, да? Правильно ли я поняла вопрос? Вот здесь. Я еще в конце про презентацию вам скажу, и в нашей группе в Директ Академии в комментарии я размещу ссылочку на вот этот ресурс, где будет презентация, так что вы не волнуйтесь. Это я в конце все скажу. Что есть в этих отраслях? И вот мы со странички... Давайте я еще раз вам покажу, как искать. Заходим на главную страницу сервиса открытой монографии, попадаем на саму страницу описания проекта. Вот такой заголовок, шапка у нее будет. Можете пролистать вниз или нажать раздел в верхнем меню контента. Он вас вот на серединку странички этого лендинга перенаправит. По четырем здесь, пока по четырем они будут добавляться отраслям написано по каким темам, в какой отрасли представлена литература. И дальше вы можете кликнуть вообще, собственно говоря, на любую из этих тем. На любую из этих отраслей. После этого... Там внутри всегда можно перейти. После этого вы попадаете в раздел открытой монографии, и дальше мы уже по отраслям его можем смотреть. Здесь два варианта представления. Может быть, для подписчиков ЭБС и для неподписчиков ЭБС. Вот я вам сейчас покажу для подписчиков ЭБС, как выглядит этот раздел, а для неподписчиков... Чуть попозже я вам демонстрацию экрана покажу. Все то же самое, только вот этот раздел открытой монографии у вас будет в левой панели меню с самого верха открыт. Вот и вся разница. Все остальное одинаково. И вот мы видим открытые монографии. Находим в левой менюшке, в каталоге открытые монографии. Кликаем. Обязательно кликать только, коллеги, вот здесь есть маленькая особенность, маленький нюанс. Не по самому слову открытые монографии, да, не по фразе, а вот по вот этой серой галочке, которая справа, если вы подводите курсор, она вот здесь появляется, она такая всплывающая. Вот по ней нужно кликнуть, чтобы у вас открылся описание этого раздела. И вот мы видим, вот гуманитарные, естественные, медицина добавилась, общественные науки, педагогика, сельское, лесное и технические, технологические науки. Вот пока, пока вот те разделы, которые есть в этом проекте. И дальше вы выбираете уже по любому этому разделу. И дальше, ну вот здесь вот у нас, мы переходили с общественных наук, поэтому у нас в поисковике сначала открылись все по общественным наукам, ну и дальше, когда мы выбираем, у вас, естественно, здесь меняется на тот раздел, к которому мы переходим. Сколько чего есть в каждом разделе? Вот я вам сделала такую табличку-выборку по разделам, сколько литературы содержится в проекте открытой монографии по разделам, по количеству. Но опять же, мы помним, что сюда входит научная литература, сюда включается еще частично там учебная литература, научно-популярная, историко-документальная, там научно-документальная, то есть это такой расширенный формат, вот он здесь у нас есть. Ну, конечно, основу составляют монографии. И вот научные издания, вот они пошли, мы их здесь видим, можем открыть, посмотреть, читать, и все, они нам уже доступны. Но если нас интересует конкретно именно только монографии, вот сейчас я вам показываю несколько таких нюансов по настройке этого раздела, которые важно показывать еще своим читателям. Я так понимаю, что у нас здесь присутствуют представители библиотеки, вот это нужно прям носить в инструкции для пользователей или показывать им и объяснять для того, чтобы выборка была более корректной, соответствующая запросу. Если мы говорим о монографиях, нас интересуют монографии, а не сборники, например, научных статей или там сборники научных работ, которые тоже в этот раздел включаются, и сборники статей, кстати, они тоже могут быть использованы в качестве такого контента для обмена, для участия в проекте, то нужно сделать пару настроек. Во-первых, на самой странице вот здесь есть такая шестереночка, справа наверху ее обязательно нужно кликнуть и проверить, чтобы в области доступности у вас откроется вот такая менюшка выпадающая, чтобы доступность поставить все. Доступные – это то, на что у нас есть подписка. Если мы ставим доступность все, мы увидим и ту литературу, которая в ЭБС есть, но которой у нас лично нет доступа, то есть у нас не оформлена подписка на эти издания. А в университетской библиотеке онлайн есть еще одна такая фишка, простите за сленг, покнижное комплектование. То есть если вы увидели, что у вас есть в фондах библиотеки какое-то издание, которое вам нужно, но оно для вас неактивно, и вы не имеете полнотекстового доступа, то есть здесь несколько вариантов. Ну, как частное лицо, как физическое лицо. Вы можете просто оформить покупку, если она есть в продаже, в интернет-магазине, и купить эту книгу для себя. А второй вариант – оформить подписку уже для всей организации. Если вы понимаете, или поступило несколько запросов от преподавателей одной кафедры или нескольких кафедр, что вот эта книга нам просто необходима, то можно вести речь о покнижной комплектации, о таком докомплектовании на отдельные виды издания. Ну, списочком составляете, говорите, нам вот на эти книги надо подписаться вот из этих коллекций. Мы хотели бы. И уже обращайтесь к менеджеру, чтобы включить это в подписку, эти издания. То есть такая возможность есть. Можно подписываться не на всю коллекцию целиком, если есть платные коллекции. Например, вы делаете выборку, на что вам нужно подписаться. Все эти вопросы с менеджером можно обсудить. Поэтому, чтобы увидеть все, вот эта доступность должна обязательно у нас стоять все издания показать. И второе. Выборка. Вот мы находимся в открытых монографиях. Сразу открываем фильтры. Вот с чего начинать работу, если нас интересуют именно монографии. И вот здесь в поле тип издания по синей галочке открываем список, выбираем научные труды, научные работы тоже. По ней не кликаем. Кликаем по синей галочке, выбираем из списка монография и вот ее уже выделяем сюда. Здесь тоже есть такая особенность. Кликать надо по галочкам. Потому что если вы кликаете по самому названию, он автоматически вам будет добавлять выборку. Но если промахнулись, потом по крестику можно его лишнее убрать. Самое главное, чтобы здесь у нас осталась только монография. И вот тогда у нас поиск по открытым монографиям. Выборка уже будет представлена. Только монографии. Сборники и вся прочая литература, которая не относится к разряду монографий, но попала в открытые монографии, как контент, представленный на обмен и относящийся, в принципе, к научной литературе, они уйдут. И мы увидим вот такую выборку. Вот это все было выбрано по двум фильтрам. Монографии раз. И я выбрала еще по теме все, что связано с коммуникациями. Вот он мне выдал этот маленький кусочек из той выборки, которая там была. Вот я получила уже достаточно релевантный результат моему запросу, все монографии по коммуникациям. И вот смотрите, по типу издания, монографии, если сделать выборку, без ключевых слов, просто поставить, вот как мы делали на предыдущем слайде. Вот что получается. Вот я вам специально сделала, чтобы вы имели представление о том, сколько же монографий в каждом разделе содержится. Ну, практически. Вот естественные науки с 1800, с чем-то 1200, это реально монографии. Остальные это сборники, это научно-документальная литература и так далее. По общественным наукам, да, 1928. Ну, в принципе, уже достаточное количество для того, чтобы там 3000, больше всего, по-моему, по социально-гуманитарному. Достаточно большая выборка, чтобы по научной литературе, по отечественной сделать, найти материалы, необходимые для собственного исследования или подготовки собственных публикаций. Ну, и год. Опять же, здесь, ну, просто у меня так кусочек попался, 17-й год, 17-й, 20-й, 21-й, 22-й. Они тоже в эту выборку попадают, они в этом сервисе есть. То есть самые свежие монографии можно здесь спокойно найти. Вот вкратце, из чего состоит этот сервис. Что еще сюда включается? Около 5000 наименований из контента коммерческих издательств. Да, часть изданий коммерческих издательств, они входят и в эту коллекцию, в этот сервис. Конечно же, в первую очередь, это издания университетских издательств, которые входят в базовую коллекцию, там более 10 тысяч. Ну, и около 5000 монографий от ведущих издательств сюда тоже входят. И на равных присутствует коммерческий контент. Это отдельный, как бы отдельный кластер внутри сервиса. Это книги, которые на рынке дорого стоят, включая переводы мировых классиков, знаменитых ученых. Издательства передают этот контент на коммерческой основе. И поэтому мы предоставляем открытый доступ к части этого контента. Поэтому это очень дорогие издания, но не предоставить их вам мы не можем. Поэтому вводятся некие лимиты на работу с этим сервисом, с этой библиотекой и с этой частью контента. Кто больше передает в этот университетский кроссбукинг, в этот проект качественных монографий, интересных монографий, чем больше контента мы предоставили на обмен, тем более расширяются возможности вот этого лимита подсоединения вот к этому контенту коммерческих издательств, вплоть до безлимитного использования. Но вот этот момент можно тоже уточнять уже при вступлении в участие в проекте с менеджерами, как, чего, сколько нужно передать, чтобы получить. Ну вот такой вот момент присутствия. Тоже о нем не могу вам не сказать. И, конечно, здесь самые свежие издания, самые свежие книги, и получить на бесплатной, в принципе, основе доступ к тем изданиям, которые закупать в библиотеку было бы очень дорого. Но это тоже вариант, посмотрите, как можно его тоже использовать. Ну, конечно же, вот такая возможность тоже есть в этом сервисе. И, конечно же, открытый доступ, это не только самые последние публикации. Это невозможно никакое развитие без базиса, поэтому научная классика – это тоже один из элементов, который входит в сервис научных открытых монографий. Ну, вот такие части, которые включаются в этот сервис, частями или полностью, я их вам здесь тоже представила. Во-первых, это Золотой фонд научной классики, это более 10 тысяч изданий, полнотекстовая библиотека, именитые ученые, первоисточники и основополагающие труды ученых по гуманитарным и социальным наукам. И очень интересный раздел – научное наследие России. Это труды российских академиков, библиотеки РАН, полнотекстовый доступ есть и вот в этом сервисе открытых монографий тоже. То есть вот сюда, из этих четырех коллекций, коллекций включена литература, где-то полностью, где-то частично, но опять же мы говорили с вами, что возможны и подсоединения, и решение вопроса о расширении доступа. Золотой фонд научной классики. Это почти 7 тысяч произведений и почти 600 монографий сюда включено, ну и остальные произведения тоже. В том левом, в левой панели меню, где мы с вами смотрели, вот открытые монографии чуть выше, как раз этот раздел и находится. Золотой фонд научной классики. Попадаем сюда и про настройки тоже не забываем. Если нас интересуют только монографии, вот здесь выбираем фильтры, тип литературы, монографии поставили. Шестереночка вот здесь наверху, тоже проверяем, чтобы у нас был доступ посмотреть все. Тогда он вам покажет. То, что доступно, оно будет цветным. То, что имеется в библиотеке, но недоступно, будет выделена серая обложка, серые заглавия и серенькие вот эти значки. Это не значит, что вы не сможете посмотреть книжную, как каталожную карточку этой книги. Вы ее сможете посмотреть, вы сможете даже почитать аннотацию и содержание оголовления, но у вас не будет полнотекстового доступа. Вот это будет закрыто. Но информацию о самом издании вы получить полноценную сможете. Даже если у вас нет на нее подписки, для того, чтобы принять решение. И вот мы попадаем в наш раздел золотой классики. Научное наследие России. Еще один раздел, который присутствует в этом сервисе. Это труды российских академиков. Более 4 тысячи произведений и почти из них 2 тысячи монографий. Ну, достаточно широкий выбор. В левой панели меню находим в алфавите ученых находим вот этот раздел научное наследие. И дальше подразделы они идут в алфавите ученых. Выбираем нужные. И он как раз дает выборку по трудам конкретного ученого. Либо можно сделать выборку по фильтрам. Ссылочку я вам на этот раздел тоже сюда сейчас в чат приведу, чтобы посмотреть. И вот в таком виде они будут у вас выглядеть. Это не по ученым. Это просто выборку сделала по монографиям и по всему разделу научное наследие России. И вот так его будет выдавать. Если интересуют конкретные академики, тогда по фамилии лучше поиск и осуществлять. Еще один раздел именитые ученые. Он существует отдельно. Вот он. Также в верхней панели меню сервисы. Вот открытые монографии. И практически на дними именитые ученые. Это как отдельная коллекция, отдельный сервис. И вот мы попадаем туда. Именитые ученые и писатели. Вот отсюда. Вот мы его нажали. И вот мы сюда попали. Здесь не только ученые, здесь еще и писатели. Здесь есть доступ к античной библиотеке, византийская и книжные ядро русской культуры. И вот деятели науки и культуры. Вот так выглядит этот раздел. Здесь можно полистать, посмотреть по картинкам, по фамилиям, по самим ученым. Либо сделать тематическую выборку в левой панели меню по отраслям. Естествознание, педагогика, физика и так далее. Что нас интересует. И дальше у вас будет выборка здесь уже конкретная, по ученым, имеющаяся в этом разделе. Ну и дальше мы можем посмотреть всю информацию, которая здесь содержится. Кстати, очень хороший раздел для того, чтобы писать какие-то, во-первых, рефераты или давать какие-то биографические справки. Потому что информация по конкретному ученому, например, нас заинтересовал здесь Дмитрий Иванович Менделеев. Мы либо здесь из химии на него перешли, либо здесь мы его выбрали, кликнули. И вот три таких больших раздела. Правда, они на одной странице сверху вниз идут, но у меня на один слайд это было бы очень мелко, поэтому немножко так его пришлось разделить на три части. Сначала биография об авторе, о его деятельности, о его работах, достижениях. Ну, то есть уже какая-то биографическая справка здесь есть, есть информация. Затем идет список другие книги автора. Заглавие и год издания это то, чего в ЭБС нет, но необходимо упомянуть какие-то значимые труды. Уже для списка и для дальнейшего поиска информация у нас есть. И, наконец, идут третьим разделом, внизу страницы, идут книги автора, размещенные на портале, то есть размещенные в ЭБС. Во-первых, указывается количество книг, и отсюда можно перейти уже на книжные карточки самих книг, посмотреть, почитать то, что, к чему у нас есть доступ, оно будет вот таким вот цветным выделением. Если доступа нет, то черно-белым. Ну, вот через этот портал, через такой портал в науку, можно тоже переходить к изданиям. И коллекция достаточно обширная. по составу, кто сюда входит. Еще раз напомню, что здесь есть не только деятели науки, но и культуры, и писатели классики, и посмотреть еще вот эти вот разделы. И книжное ядро русской культуры. Частично сюда, да, тоже попадает информация из проекта. Это отдельный проект «Книжное ядро русской культуры», где тоже есть вот такие разделы по именитым ученым и писателям. Вот это один раздел, в который мы из двух проектов можем попасть. И «Столпы российской науки». То есть здесь более двух тысяч авторов содержатся. это такие авторы флагмана культуры, которые входят в такой пантеон книжной культуры. Книги, охватывающие такое базовое образовательное пространство и собрание сочинений великих ученых-писателей, книги о них, российских академиков. Ну, то есть здесь тоже достаточно большой выбор представлен. Книжное ядро русской культуры – это отдельный проект издательства. Подписка на него доступна и для юридических, и для физических лиц. Если к открытым монографиям только для юридических лиц, то к книжному ядру русской культуры можно получить доступ и для физических лиц, но на платной основе. А вот части коллекции они доступны и отсюда из этого проекта, и из проекта открытых монографий, которые базируются в электронной библиотечной системе. То есть это один фонд, но к которому мы с разных сторон можем получить доступ. Поэтому, если речь идет о единоличном, скажем так, доступе как к физическому лицу, а могу ли я получить, ну, в том случае, если, например, вуз или организация не подписывается, не торопится подписываться, входить в участники проекта открытых монографий, может ли преподаватель получить доступ? Да, вполне может, но через вот этот проект книжного ядра русской культуры. Для этого нужно зайти на главную страницу проекта. подключиться к проекту может только организация, кстати, это тоже один из вариантов, как получить доступ к дополнительным изданиям, научным изданиям, но не к открытым монографиям, а именно к дополнительным коллекциям, к тематическим коллекциям. Это подключиться к проекту книжного ядра. Для физических лиц подписка существует отдельно, стоимость здесь указана, здесь от трех месяцев есть возможность подключиться, и подписка для юридических лиц. Это еще один из вариантов, вот почему эта система, она такая, я вам говорю, про открытый доступ, вроде бы открытые монографии, но гибридная. Это один из вариантов, как можно получить доступ к дополнительным возможностям, к научным коллекциям, а к самой открытой, к проекту открытой монографии совершенно бесплатно в обмен на контент. То есть у вас есть разный вариант, как можно вот к этому научному богатству получать доступы и получать как для физических, так и для юридических лиц. Ну и конечно же проект не стоит на месте. В перспективе это разработка сервиса мониторинг монографических изданий. Частично он уже реализован, на главной странице можно зайти в «Мои научные интересы», там где делается подборка по тем вопросам, которые интересны нам. Мы можем заявить свои научные интересы и нам будет выдаваться подборка монографии учебной литературы по нашей теме. Вот это начало работы сервиса мониторинга монографических изданий. Это сервис, который позволит отслеживать все фундаментальные монографические труды в нашей стране. Он интегрируется с сервисом «Мои научные интересы». Можно будет увидеть все новинки по научной тематике сервису. «Мои научные интересы» уже и сейчас работает, поэтому с ним можно познакомиться. И есть интеграция сервисом «Е Корсар». Это тоже очень интересная возможность. Находится этот сервис вот здесь. И для участников проекта «Открытые монографии» это тоже будет доступный вариант. Сервис «Е Корсар» это сервис по поиску необходимых электронных изданий, если вам нужны монографии, а их нет в ВБС, и в открытых монографиях вы их тоже не смогли найти. С помощью сервиса «Е Корсар», который был разработан в партнерстве с «Арбиконом», ассоциированный региональной библиотечной консорциума, здесь можно оставить заявку для заказа необходимых изданий. Самые востребованные среди подписчиков берутся в работу, и за счет того, что стоимость таких изданий делится между подписчиками, итоговая сумма становится намного ниже, чем при индивидуальном заказе. Вы можете заказать индивидуально, а можете посмотреть, там на странице есть такой топ-лист заказов, и можно к ним присоединиться, если вас интересует это издание, те, кто уже оставлял свои заказы. и тогда окончательная стоимость будет намного дешевле. Да, вот это ресурс платный, естественно, потому что найдя необходимое издание, его включают в ЭБС, вам подключают к нему доступ, но не все издания и не всех издательств доступны, там есть такой стоп-лист на самой страничке Екорсара можно посмотреть с какими издательств пока нет возможности получить издание. Перед приобретением и передачей контента в ЭБС оформляется договор предзаказа и можно оставлять заявки. Заявки на подбор издания монографии, а еще есть возможность оформить заявку на дисциплину и вам подберут литературу по указанным УГС, по дисциплине, нужно указать просто УГС, название дисциплины и отправить заявку, и вам подберут литературу, которая уже полностью обеспечивает это направление подготовки. Можно оставить заявку на зарубежную книгу, для этого необходимо ввести данные, библиографическое описание или указать ссылку на страницу сайта, где вы эту книгу видели, отправить заявку и точно так же оформляются заявки и на книги отечественных издательств, то есть поиск осуществляется не только по отечественным издательствам, но и по зарубежным, если есть такая возможность, они включаются уже, вам через ЭБС предоставляется к ним доступ. Ну, вот такая вот еще интересная возможность есть вот этот вот сервис Е-Корсар, но он доступен только виден вот здесь, только из учетки преподавателя, если вы заходите под учетной записью преподавателя или администратора, только в этом случае он становится доступен. И как получить условия и возможности, да, как получить доступ к открытым монографиям, чтобы стать участником проекта. Здесь достаточно на платформе ЭБС университетской библиотеки онлайн оформить заявку либо написать по электронной почте, которая там указана. Для преподавателей, студентов, аспирантов необходимо обратиться в свою библиотеку, потому что заявки и участникам проекта может стать только образовательная организация. Все на договорной основе через размещение собственной литературы и предоставление доступа к проекту. Для физических лиц какие есть возможности? Во-первых, есть ли? Есть. Можно принять участие в ежегодном всероссийском конкурсе монографии фундамент науки. Сейчас в декабре, по-моему, прошел очередной конкурс, было награждение победителей. Следите за рассылкой об объявлении нового всероссийского конкурса. Естественно, для физических лиц это все абсолютно бесплатно. Можно еще даже денежные призы получить. Либо можно издать монографию в издательстве Директ Медиа, стать автором монографии и разместить ее и в открытых монографиях, а возможно и в самой электронной библиотечной системе. Ну, вот информация про конкурс. Здесь я вам ее тоже размещаю, кто может стать, и следим за рассылками о новом старте конкурса в 2023 году. По изданию своей монографии в Директ Медиа был у нас отдельный вебинар, и вот на том сайте, который я вам привела, где будет презентация, там отдельно вся информация по этому вебинару, где я вам подробно рассказывала, как это сделать, какие преимущества есть. Все УДК, ББК, СБН, Ринсу и Дуи присваиваются однозначно. Несколько вариантов есть, в том числе издания в авторской редакции. И самое главное для авторов есть очень хорошая фишка появилась в последнее время, это личный кабинет правообладателя, где вы можете увидеть вообще полный отчет по тем книгам, которые вы в издательстве Директ Медиа издаете, причем в режиме реального времени. Вот то, чего я не видела пока. Если вы видели других издательств, поделитесь, пожалуйста, скажите, где такое еще есть. Как правообладатель в своем личном кабинете я могу увидеть вообще все. Все движение по книге или тем книгам, по договорам, вся информация представлена. Здесь естественно представлена информация придуманного пользователя, чтобы не светить реальные данные реальных авторов. Но в режиме реального времени отслеживать вообще, как идет, что происходит с вашей книгой, это я, честно говоря, и в других, публикуюсь как автор в других издательствах, я такого еще не видела. Это очень здорово и очень удобно. по крайней мере, я даже могу посмотреть за определенный период, как читалась или не читалась моя книга, сколько страниц из нее было просмотрено. Не только финансовые результаты, но и для принятия решения о том, что делать, нужно ли как-то продвигать свою книгу, не нужно продвигать свою книгу, или все идет хорошо. Здесь достаточно информации можно получить. Разные варианты отчетности. Такого для авторов я еще пока не видела. В таком режиме реального времени посмотреть это здорово. Еще один вариант, как можно бесплатно получить публикацию в издательстве Директ Медиа. Это принять участие, но если нет монографии, но есть учебные пособия, то можно принять участие в ежегодном конкурсе учебных пособий. Вот сейчас идет как раз прием учебников и учебных пособий. Для кого и что публикуется, я вам здесь тоже написала, и ссылочки в презентации там есть на сайте активные, можно перейти, более подробную информацию получить. До 15 июня вот прямо сейчас идет прием учебников и учебных пособий на конкурс. И к 1 сентября уже будут подведены итоги. И самое главное, что всем участникам конкурса предоставляется бесплатная публикация ранее неизданных работ, которые были приняты на конкурс. При этом все, что положено автору, договор, ИСБН, РИНС, ДОИ и все прочие радости жизни, включая личный кабинет, все это предоставляется. И самое главное, вы получаете полноценную публикацию своего учебника или учебного пособия, учебно-методической разработки, вне зависимости от того, заняли вы какое-то место или нет. Вас просто приняли на конкурс. Вот это еще несколько вариантов к открытым монографиям, как можно продвигать собственный контент, как можно использовать и предъявлять миру собственные разработки, учебники, монографии, потому что у кого-то есть монографии, но нет учебных пособий, у кого-то есть учебные пособия, но пока еще нет монографии. А здесь у вас полный комплекс сервисов и ресурсов, которые могут вам в этом помочь. ну вот коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Последние контакты здесь я вам разместила, да, вот вот это вот есть и в нашем на нашей вот этой страничке, где размещена размещена презентация, поэтому можно заходить, смотреть, пользоваться и самое главное для не подписчиков ЭБС, кто решает принять участие и войти в проект открытой монографии, у вас доступ к тематическим коллекциям, к каталогам, к ЭБС, он тоже будет открыт, но не ко всем ресурсам. И вот те коллекции, которые я вам показывала, именитые ученые, научная классика, золотая коллекция, вы тоже сможете из открытых монографий вот ровно этими же возможностями пользоваться, просто внутри у вас будет небольшое ограничение, не все книги из этих коллекций в некоторых моментах у вас будут доступны, но вы их сможете увидеть, как такие серенькие обложечки и посмотреть всю информацию о них и при необходимости уже связаться с менеджерами и узнать, как можно покнижно подписаться на эти издания. Вот такая возможность есть, ее самое главное не упускайте. И самое главное, что участие в этом проекте это абсолютно бесплатная вещь, за которую вы получаете еще максимум ряд плюшек и хороших таких преференций. Но единственное это поделиться контентом. Ну и коллеги, конечно же, помним, что контент, который мы предоставляем на обмен, он должен быть равнозначным. Если каждый принесет что-нибудь как-нибудь, лишь бы, то наверное, это будет не очень интересно. Просто отбирая литературу, отбирая монографии, исходить из принципа будет ли это интересно другим, а будет ли такое же интересно вам. То есть качество отбора контента это тоже на него стоит обращать внимание и вам, и наши специалисты тоже будут давать какие-то рекомендации. Поэтому это самое главное. Делимся, не жадничаем, не жалеем и получаем за это еще максимум полезнейших ресурсов, которые просто так мы можем не найти. Книжное ядро русской культуры тоже обратите пожалуйста внимание на этот проект. У нас был тоже вебинар по книжному ядру, я там вам подробно уже по коллекциям показывала и рассказывала. Но это вариант для частных лиц, например, когда мы хотим к именитым ученым, к деятелям науки, к этим коллекциям, которые помимо открытых монографий существуют, к ним получить доступ мы через это сможем. Но это уже платная история. И еще один момент, коллеги, помните, что если вы не являетесь подписчиками ЭБС, вы можете заказать тестовый доступ к ЭБС, и тогда вы получаете уже полный вариант, и к открытым монографиям доступ можно изучить, и другие сервисы, ресурсы, и он предоставляется бесплатно на какой-то период, по-моему, до месяца. То есть это тоже вариант, как можно познакомиться и с этими сервисами, попробовать с ними поработать, и вот тогда уже вот эти все коллекции, которые входят сюда, они уже будут для вас доступны и в бесплатном варианте, как в тестовом доступе. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Еще раз повторяю вам ссылку на страничку, куда я всю дополнительную информацию размещу, ссылки туда тоже к слайдам постепенно добавлю, а сама презентация, она уже там выложена. Можно сходить, смотреть.